Женя привет! Света привет! Света привет! Очень жалко, что у нас не соблюдаются законы и что суд не хочет проверить и понять, что следствие ничего не делает. Что это абсолютная волокитка, что все это дело о девяти актрисах, которые сыграли в спектакле и которых не могут допросить пятый месяц, а все они живут в Москве. Дальше у нас есть деструктологическая экспертиза, которая действует, назначают новую. Экспертиза установила, что якобы это оправдание или пропаганда ИГИЛ, а новую назначили с тем, чтобы определить, какая террористическая идеология есть в спектакле. То есть так и не определили, поэтому непонятно, в чем их обвиняют. Это как, знаете, обоснованность подозрения. Если человека нашли рядом с трупом и вначале арестовали, то через два месяца может выясниться, что он не убивал, а были совершенно другие обстоятельства. Поэтому здесь они должны, суд должен был оценить и прийти к выводу о том, что не подтвердилась обоснованность этого подозрения. Ну, как всегда, защита не согласна, естественно, с вынесенным решением, поскольку на этом этапе расследования уголовного дела уже допущено много процессуальных ошибок и, по сути, не сделано по делу ничего. Я надеюсь, это было понятно из нашего выступления, поэтому мы, естественно, будем обжаловать дальше это решение суда, этот вопрос согласован. Сейчас я пообщала с Женей, конечно, она расстроена в вынесенном решении, но мы будем бороться дальше. Спасибо за вашу поддержку, она тоже передавала это. Решение суда комментировать тяжело. Суд парламочен принимать решение, которое он посчитает необходимым. Я думаю, что в этой ситуации нужно комментировать тот материал, который представлен следственным органом. Вы присутствовали на судебном заседании, вы слышали мое выступление. Я вам скажу честно, это не пафосные слова адвоката, который раньше был сотрудником судебной системы. Это искренние слова юриста. Я вам скажу честно, подобного материала для продления меры пресечения не то, что мало. Я думаю, это катастрофически недостаточно, поскольку в этом материале содержится всего лишь два протокола допроса, которые указывают на то, что в действиях ни одной из обвиняемых нет состава преступления, они полностью их оправдывают. Весь остальной материал представляет собой процессуальные документы, которые не имеют никакого отношения именно к предмету доказывания по этому делу. Поскольку в уголовном деле процедура проверки волокиты к этому судебному заседанию является непосредственным предметом судебного заседания, то проверить совокупность тех аксуальных действий, которые необходимо было провести, которые были проведены по делу невозможно, поскольку эти документы абсолютно к этому не имеют никакого отношения. Материал абсолютно пустой. Молодцы! 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 Женя, Света! 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 Ж Женя, Света, Женя, Света! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова